Ирина Зартайская. Слон в музее. В одном маленьком и малоизвестном музее на доске информации появилось объявление. В зал скульптуры требуется смотритель. Смотритель – это такой человек, который сидит на стуле и следит за тем, чтобы в музее было тихо и никто ничего не трогал. Прошел день, другой, а на третий в музей вошел слон. Он миновал вахтера, поднялся по лестнице и зашел прямо в кабинет директора. «Здравствуйте», – сказал слон, – «я по объявлению». Директор музея недавно вернулся из отпуска и был в прекрасном настроении, поэтому он не удивился и не испугался, а вместо этого спросил, «А вы умеете сидеть на стуле?» «Умею», – ответил слон. «Тогда вы нам подходите», – сказал директор. С этого дня слон стал работать смотрителем в зале скульптуры. Музей был настолько маленьким и малоизвестным, что в него редко кто-то приходил. Слону это очень нравилось. Он любил тишину и искусство, а в музее было и то, и другое. Но прошла неделя, затем вторая, и новость о том, что в музее появился слон-смотритель, облетела весь город. Это было настолько необычно и удивительно, что всем захотелось увидеть слона своими глазами. Сначала посетители приходили по два-три человека, затем целыми группами. Билеты продавались пачками, так что кассир едва успевал отрывать от них надпись контроль. Директор музея был счастлив. Он заказал тысячу открыток, значков и календариков с изображением слона, сидящего на стуле. Их раскупили так быстро, что пришлось срочно допечатывать новые. Директор ликовал и обдумывал, где проведет свой следующий отпуск. А слон все еще старался следить за тем, чтобы никто ничего не трогал. Но на экспонаты уже давно никто не смотрел. Какой-то посетитель случайно разбил одну очень древнюю статуэтку. Но директор не обратил на это никакого внимания. «Главное, улыбайся», — советовал он, выталкивая растерянного слона из своего кабинета. «Кому нужна какая-то глупая фигурка?» Это была правда. Всех интересовал только слон. Каждый день в музей приезжали надоедливые журналисты с камерами, фотоаппаратами и микрофонами. «Что вы здесь делаете?» — спрашивал один. «У вас настоящий хобот», — любопытствовал второй. «А по дваме стул не сломается?» — не отставал третий. Слон молчал. Он не отвечал на вопросы, не улыбался в объектив. А однажды просто встал и ушел. Директор умолял его остаться, обещал повысить зарплату и добавить один выходной день. Слон не слушал. Он никогда не слушал тех, кто был ему неприятен. Музей снова опустел. Журналисты поехали снимать театр, где ведущим актером стал утконос. Посетители тоже постепенно исчезли. Директору пришлось выбрасывать все открытки, значки и календарики со слоном. Он отменил свой отпуск и начал подумывать о том, чтобы пойти работать дворником. А на доске информации снова появилось объявление. В зал скульптуры требуется смотритель. Оно висело долго-долго, пока однажды в музей не пришел страус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok